По оценкам экспертов, спрос на покупку готового бизнеса в стране растет, ведь в случае с готовой компанией вам не придется с нуля покупать оборудование, нанимать сотрудников и выстраивать отношения с клиентами. Но все это лишь в идеале. Как сегодня не купить кота в мешке при покупке бизнеса? Разберемся сегодня в программе «Дело». Я Розова Каневская. Здравствуйте. В нашей студии сегодня исполнительный директор консалтинговой компании ЕКГ Роман Александрович. Здравствуйте. И партнер IT-компании Чингис Вячеслав Трупанов. Спасибо, что нашли сегодня время для того, чтобы побеседовать. Первый такой вопрос, насколько вообще актуальна эта тема о покупке готового бизнеса. Вот, Роман Александрович, как вы думаете? Для того, кто собирается покупать, это, наверное, актуально. Почему? По какой причине? Ну, если он рассматривает так или иначе для себя участие в бизнесе, то у него не так много вариантов. Либо он открывает и ведет бизнес с нуля, либо он покупает готовый бизнес в виде франшизы, в виде готового бизнеса, покупки. Поэтому каждый определяет просто сам для себя путь, по которому он пойдет. Но какие все-таки плюсы в том, что ты покупаешь как инвестор готовый бизнес, а не начинаешь его с нуля? Ну, как вы уже сказали, это готовый бизнес. Поэтому, если это готовый бизнес, значит, там есть уже готовые клиенты, есть готовое помещение, есть готовый какой-то наработанный персонал, который тебе передается, а уже твое предназначение либо дальше это развивать, либо зарубить на корню, потому что купить готовый бизнес это не конец истории, это начало. Есть какие-то данные по тому, сколько, ну, примерно можно сэкономить при том, что там, например, не с нуля вкладываешься в какую-то историю бизнесовую, а покупаешь ее готово? 30% и выше. Ух ты, это серьезные цифры. Вячеслав, скажите, вот у вас, я так понимаю, что неоднократный опыт покупки бизнеса был. На что вот вы обращали внимание при покупке такой предпринимательской идеи, истории, технологии или готового бизнеса? Ну, каждый проект, когда ты к нему подходишь, он тебе либо нравится, либо не нравится. Понимаешь ты его, либо его не понимаешь. Если ты не понимаешь специфику этого продукта, то ты какие-то компетенции берешь извне, то есть это находишь либо кого-то нанимаешь для этих целей, либо берешь среди тех же друзей предпринимателей, которые каким-то образом либо сталкивались уже с этим, либо знают специфику уже в принципе. Вот. Элемент доверия также присутствует. Это очень такой фактор, который определяет во многом, будешь ты вкладываться в этот проект, в эту команду или нет. Ну, вот как-то так. Ну, такие со стажем бизнесмены, они все равно скажут, наверное, что надо смотреть, я не знаю, там, отчетность, надо смотреть какие-то цифры, показатели, что вот. Ну, цифры. Или вы все-таки специализируетесь именно на покупке идеи какой-то? Нет, смотрите, мы если говорим про готовый бизнес, то, естественно, ты сначала разговариваешь на языке цифр. Тут все просто. То есть, они не обманывают цифры, как правило. И сравниваешь, если ты заходишь в какой-то готовый бизнес, он уже существует на каком-то рынке, он занимает какую-то долю, либо хочет ее занять. Соответственно, ты можешь предположить вероятность при своем входе, при своих деньгах, то есть, это тот рывок, который тебе позволит занять какую-то определенную нишу, и ты ее можешь учитывать, да, ну, в силу того, что есть уже некие примеры, модели бизнесов. Все ты ее накладываешь, и не важно, чем жвачкой торгует компания, либо это овощи, фрукты, либо это какой-то айтишный продукт. Совершенно не важно, потому что есть определенный алгоритм, и ты по нему идешь. Это стандартная схема. А на какие цифры стоит обратить внимание все-таки? На все, на все. На какие? Ну, прибыли и убытки, да, то есть, то, на что ты обращаешь внимание. Если компания уже в небольшом плюсе, то это хорошо, значит, они себя зарекомендовали, они уже менее подвержены рискам извне, да, то есть, они самодостаточные. И здесь твоя задача этому бизнесу помочь заработать себе и не навредить уже существующим правилам, которые сложились в компании и на этом рынке. Поэтому ты, ну, вот я люблю набирать компетенции среди каких-то партнеров еще. То есть, то, чего, допустим, я не знаю, они привлекают. Мне не жалко делиться бизнесом. Я знаю, что за счет этого я смогу, в принципе, усилить компанию, и она сделает больше рывок, чем если я еще приду и буду с ними совместно в этой песочнице играть. Роман Александрович, вот вы, я так понимаю, что посредником выступаете в таких сделках. Какие самые частые подводные камни можно увидеть при покупке-продаже бизнеса? Вот именно если я покупатель потенциальный. Вот отталкиваясь от того, что сказал предыдущий собеседник, могу сказать, что, да, цифры важны, но как раз важно, как посчитали. И вот здесь лучше обратить внимание, кто считал, как считал, и насколько вы доверяете тому, кто считал. Потому что одни и те же цифры можно по-разному считать. И выручку, и прибыль. И мы стараемся ориентировать покупателей и продавца, мы не выступаем на стороне ни одного из этих участников, мы выступаем посредниками, чтобы они опирались на выручку, на вложенный капитал. Это наиболее, ну, на наш взгляд, объективный показатель. По крайней мере, он привязывает деньги, которые изначально были, и те деньги, которые спустя заложенное время вы увидите в своем кошельке. — Мячеслав Леонидович, вот когда речь заходит о покупке совсем укомплектованного бизнеса, под ключ, так что называется, когда имеет смысл договориться с продавцом, чтобы он какое-то время все-таки посопровождал ваш бизнес после покупки, или чтобы какая-то часть команды осталась? Вот как это делается, и что нужно знать? — Для меня моя модель, она предполагает и учитывает вход в состав компании, сложившийся разделение полномочий среди тех, кто был. И я не меняю команду, потому что я считаю, что именно эта команда, если позволила, чтобы я зашел, и она довела эту компанию до определенного уровня, то значит с моим приходом, по сути, компания должна улучшить свои показатели финансовые, упрощить свое имя на рынке, и значит я с этими людьми должен строить свои отношения. Просто покупать бизнес, просто идею, это, конечно, хорошая модель, у меня не было в практике этого, поэтому я заходил сюда в сложившуюся уже компанию, и здесь очень важно не навредить своим входам, поэтому это вот такая игра, когда ты заходишь на чужую кухню, и там есть уже свои правила, и ты руководствуешься тем, ну, той атмосферой, которая там сложилась. Другое дело, что да, они хотят видеть в тебе какие-то другие качества, которые они не имеют, помимо денежных средств, потому что сегодня деньги они не очень много определяют в бизнесе, только в молодых компаниях они считают, что им нужны деньги, они сами все сделают. Извините, а это чисто венчурный подход? Или такое про, можно сказать, про любой бизнес? Да, это такой венчурный подход. То есть если я покупаю цветочный магазин, это... Это всегда венчур. Если вы покупаете чужой бизнес, это чужая история. Поэтому вы не уверены в том, что можно, к какому результату приведут и ваши действия, и действия той компании, потому что она уже становится другой с вашим приходом. То есть это уже эффект масштабирования, когда не каждая компания может с этим справиться. То есть они могут довести там оборот, там у них если было 10 миллионов, для них это уже большой показатель. И ты приходишь и видишь в этой компании потенциал, в силу того, что этот рынок растет. Ты готов, чтобы эта компания стала там до 100 миллионов рублей, ну если в рублях мы говорим. Но не каждая компания может с этим справиться. Это очень большая нагрузка на топ-менеджмент, который там есть. И это вот стрессоустойчивость, которая не всегда, ну, бывает возможна вообще для любой компании. Роман, вот такой вопрос задам. Как, ну так скажем, неквалифицированный покупатель может узнать справедливо оценена компания или нет, которую он захотел бы купить? Задавать как можно больше вопросов и внимательно слушать. Каких? Например, самые частые, которые абсолютно для любой ситуации можно было бы применить. Каким образом эта компания появилась на рынке и достигла того положения, которое сейчас имеет? И какие планы в дальнейшем у основателей этой компании? И какие ответы он должен услышать, чтобы насторожиться? Чтобы насторожиться? Да. Наверное, что большая часть цифр сокрыта в неофициальной отчетности, и большая часть соглашений с партнерами и контрагентами, чиновниками, также неофициально. А имеет значение, по какой причине бизнес продается? Нет. Бизнес может продаваться по любой причине, начиная от переезда на постоянное место жительства в другой регион, другой бизнес более интересный, параллельный у основателя, либо какие-то скрытые причины, которые в любом случае не будут ему разглашены. Не столь важно. Важно есть бизнес, и либо он тебе интересен, либо нет. А уж какие интересы были до тебя, если они не влияют на дальнейшую жизнь этого бизнеса, наверное, менее интересно услышать. Вячеслав нам говорил, что обычно вкладываются в такие проекты, в которых все-таки сам что-то понимает. Правильно, да? Я поняла вас. Не совсем так. Да, тем не менее. Обычно на рынке предприниматель считает, что вкладываться стоит только в тот бизнес, в котором ты что-то более или менее как-то ориентируешься в нем. Были ли у вас среди клиентов такие истории, когда абсолютно в другую нишу приходил предприниматель, просто чтобы как-то диверсифицировать бизнесы свои? Есть общие шаблоны. И предприниматель, работающий в сфере цветочного бизнеса, может работать с фоянсом и с сантехникой, если у него есть цифры, которые он может наложить на этот бизнес. Если это бьется с его пониманием цифр отдачи и некими коэффициентами, значит, он в этом понимает, что да, здесь он видит потенциал. Не столь важно, чем человек занимается сегодня, завтра и так далее. Да, безусловно, это ему поможет. Может быть, на одном языке разговаривать с производственниками. Но общие финансовые потоки от отрасли бизнеса мало зависят. Сколько обычно времени проходит с момента, ну так скажем, первоначальной договоренности о том, что да, я хочу покупать твой бизнес, до финального завершения сделки? От двух недель до двух лет. От чего зависит этот срок? От того, человек пришел уже готовый и заточенный на конкретный бизнес, может быть, у него уже есть даже на примете, ему просто, мы в данном случае, необходимы для того, чтобы оценить юридические риски, финансовые риски, какие-то иные риски, скажем так, деловой репутации. Или он пришел с некой идеей о том, что он хочет быть бизнесменом, при этом не знает, в какой отрасли, какой суммой необходимо обладать и так далее. Вячеслав Леонидович, финансирование. Вот у вас есть какой-то шаблон, например, когда вы понимаете, что вот да, вот это я куплю за свои деньги, а вот на эту сделку я, например, пойду в банк и возьму кредит? Ну, смотрите, я склонен вообще к диверсификации. Собственные средства я, как правило, вкладываю с кем-то еще, с партнерами. Вопрос кредитования – это больше вопрос уже оперативной деятельности. То есть он не имеет отношения к финансированию самого по себе проекта. То есть это просто инструмент финансовый. А инвестиции – это желание предпринимателя зайти в какой-то проект и быть в нем успешным вместе с той командой, которая уже сложилась. Роман Александрович, вот по вашему опыту банки охотно финансируют вот такие вот истории, когда, например, уже действующий предприниматель захотел купить какой-то новый бизнес и пришел в банк и говорит, ребята, дайте денег. Ну, сколько это? Ну, во-первых, банки есть классические, есть инвестиционные. Соответственно, венчурные банки заточены на то, чтобы финансировать венчурные инвестиции. А любой банк так или иначе заинтересован в возврате денег. А это, опять же, в свою очередь зависит от того, есть опыт или нет опыта. Потому что красивые схемы, бумажки и прочее, конечно, банку мало интересны. Ему интересна команда и опыт раннего ведущегося бизнеса. То есть банк все-таки задает вопросы о покупаемом бизнесе, да? Не возникают вопросы к предпринимателю, который уже вел какую-то предпринимательскую деятельность? Вопрос, первый, это компания, соответственно, это команда, которая в этом бизнесе будет анализироваться, конечно. И второе, это опыт самого предпринимателя. То есть он выступает мотором. И работает этот мотор или не работает? И будет ли он генерировать прибыль или нет? Вот что важно для банка. А есть ли какая-то статистика по одобрениям и отказам банков при финансировании покупки готового бизнеса? Я думаю, процентов 80, наверное, отказов. Серьезно? Почему такие большие цифры? Ну, потому что обращений гораздо больше, чем реально людей, которые могут работать в бизнесе. Не все могут работать, во-первых. Во-вторых, розовые очки, опять же, не все снимают при оценке самого себя. Угу. Хорошо. Все-таки, вот смотрите, сейчас такая ситуация сложилась, что у нас бизнес очень часто продается на авито. Ну, я считаю, что ситуация не очень правильная, но это никого не интересует. Но, тем не менее, можно ли, вот, например, мне мониторить рынок для того, чтобы найти какой-то интересный проект и найти его там? Или все-таки те бизнесы, которые рекламируются таким образом, это сразу нет? Да где угодно. Можете у знакомых спрашивать. Да, тоже площадка. Где угодно вы можете добыть информацию. Главное, чтобы эта информация была применима к вам. Здесь пути, как говорят у нас, Господь, неисповедимы. И разные площадки хороши. Вопрос в том, где вы сами находитесь. Если вы ищете на авито бизнес, то это больше вопрос к вам. Почему вы его ищете там, а не к тем, кто там размещает? А где искать? Где ищут приличные люди? Ну, есть разные площадки. Есть Росбейс, есть там Кикстартеры, есть Бумстартеры, есть Фри, есть Венчурн. Ну, вот опять же, это венчурная история. А когда о классических бизнесах речь идет? Есть ли какая-то площадка, где размещаются готовые бизнесы с целью последующей продажи? Ну, вот на авито. Крупные бизнесы не публичные, поэтому, конечно, они не продаются на авито. Но это другая категория. Это крупные бизнесы, там договоренности тет-а-тет. И там круг игроков не так велик. Да, если это мастерская, то это на авито, пожалуйста. Да, покупка цветочного магазина или мастерской, ну, навряд ли нужно для этого специально идти в торгово-промышленную палату и предлагать свой бизнес. Хорошо. Еще такой вопрос. Какие советы можно дать предпринимателю, который задумывается о том, чтобы продолжить свой бизнес в какой-то новой сфере и смотреть именно в сторону готового бизнеса? Где искать, на что обратить внимание, где настораживаться, в каком виде и так далее? Вячеслав. Вообще, это для всех такой вопрос. Для любого предпринимателя. Здесь важно, ну, это, наверное, скорее для небольшого бизнеса. Это совет. Поскольку крупный бизнес, он уже знает, чего он хочет, и он отслеживает эти сделки, и к этому идет, и что-то для этого предпринимает. Средний бизнес, как правило, создают, и это очень сложный процесс. Он сопряжен еще с опытом, ну, с какими-то вот такими издержками временными, поскольку это как бы длинный путь. Советы. Советы, ну, быть уверенным в себе, раз. Второе, привлекать компетенции, которыми ты не обладаешь в виде друзей, знакомых, кого-то нанимать, юристов, оценщиков. То есть это совершенно понятные инструменты. И выбирать нужную компанию, куда ты хочешь инвестировать свои средства. Ну, и нравится, не нравится, тоже немаловажный фактор. То есть если ты взял бизнес, и ты этим занимаешься, но тебе это не нравится, то зачем ты это делаешь? Тоже вопрос. Роман Александрович, тоже такой же вопрос. У нас буквально меньше минутки осталось. Не быть эмоционально привязанным либо к продаже своего бизнеса, который ты вырастил, либо к покупке того, что ты хочешь. То есть не надо покупать красивый бизнес, или потому что это модно. Нужно анализировать и понимать, почему ты продаешь этот бизнес, и почему ты покупаешь этот бизнес. Спасибо вам большое. Я напоминаю, в нашей студии сегодня были исполнительный директор консалтинговой компании ИКГ Роман Александрович и партнер этих компаний Чингис Вячеслав Турпанов. Спасибо вам большое, что были с нами сегодня. Мы сегодня обсуждали покупку бизнеса и подводные камни этой сделки. И надеюсь, что пермский бизнес сделал свои выводы. С вами была РБК «Дело». Я Розалия Канинская. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok